ВОЕННАЯ ДЕЛА Все это у России есть. Наша страна, наконец, подняла после невнятных 90-х военный уровень и справедливо демонстрирует свои достижения на мировой арене. Площадки для этого самые разные. Международные учения, различные выставки вооружений и такие военно-технические формы, как «Армия-2020». Это событие общероссийское и международное. В Москве в нем участвуют десятки стран мира. В Самарской области ее военные, также полноправные участники и организаторы форума в регионе. Площадкой встречи был выбран известный Рощинский полигон. Ни жаркое солнце, ни горячий ветер близких оренбургских степей никак не помешали открытию Международного военно-технического форума «Армия-2020». Впереди три дня самых разнообразных мероприятий. Рукопашный бой, стрельба и, конечно же, яркая военная техника. Зрителей и участников перед началом масштабного мероприятия поздравил с открытием форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он справедливо заметил, что сегодня, глядя на наших военных, на нашу современную боевую технику, становится спокойно за родину. Сегодня Россия – это уважаемое государство и российских военных, и нашу технику признает весь мир. Я рад приветствовать вас на открытии военно-технического форума, форума международного, здесь, на Самарской земле, форума «Армия-2020». Сегодня здесь вы имеете возможность не только увидеть новейшие образцы вооружения, но даже попробовать свои силы, если понадобится встать на защиту Родины. Я знаю, что каждый мужчина готов это сделать в нашей стране. Форум для зрителей – это широкий выбор различных выставок, мероприятий и интерактивов. Здесь есть и музеи в большой армейской палатке. Конечно, не обошлось без тира. Представлена техника различных спортклубов с возможностью прокатиться на ней, а в небе парят самолеты авиамодельных кружков. Форум же для участников и организаторов. Это возможность показать все то новое, чего достигла наша армия и структуры, близкие к ней за последние годы. Без преувеличения главный подарок для зрителей – это масштабная выставка военной техники. Столько боевых машин в одном месте в нашем регионе встретишь нечасто. Яркое отличие этого военного форума от, например, дня открытых дверей в военной части, конечно же, в наличии самой разнообразной военной техники – от Тунгуски до С-300. Губернатор области и всем желающим участникам большого военно-технического мероприятия провели экскурсию по форуму. И первой остановкой стала атака и захват террористов специальным воинским подразделениям. Постановочным, правда, назвать захват получилось с трудом. Уж больно все было реалистично. После того, как условные террористы были уничтожены или захвачены в плен, настала пора боевой техники показать силу и точность стрельбы. Новые БТРы оказались щедры на трассирующей пули, а пушки, как и положено, выдавали свое оглушительное соло. Конечно, не менее важной площадкой на форуме рядом со стрельбами и злодеями-террористами, профессионально захваченными нашими военспецами, стала выставка техники. Стоит отметить, что в этом году, кроме военной техники, представленной 2-й гвардейской общевосковой армией, соединением противовоздушной обороны и бригадой спецназа Центрального военного округа, на форуме были показаны экземпляры специальной техники Росгвардии, МЧС и ДОСААФ. Боевые машины поставили не только из воинских частей, дислоцированных в Самарской области. Техника пришла еще из Пензенской и Оренбургской областей, а также из Удмургской республики. Не обошлось на форуме и без новинок. Представлены новые автоматы АК-12, это из стрелкового оружия. Представлены новые комплексы залпового огня, техника войск противовоздушной обороны, техника РЭП, которая недавно поступила на вооружение и готовы показать нашим гражданам. Зрители, вне сомнения, впечатлили громадные трубы С-300, танк Т-72, ракеты и пулеметы. Однако, что приятно удивило самих организаторов, так это пристальное внимание к специализированной невоенной технике, также представленной на выставке. Постарались здесь участники из Удмуртии. Организаторы военно-технического форума сделали практически все, чтобы зрителям ни в коей мере не было скучно во время проведения армии 2020. И уже в первый день стало очевидно. Порадовать интересными мероприятиями гостей форума точно получилось. Военная техника впечатлила. Стрельба и мини-военные действия захватывали и не отпускали. Можно было проверить меткость в тире с автоматом, а можно было просто сфотографироваться на фоне зенитно-ракетного комплекса «БУК». Мы в шестой раз провели международный военно-технический форум. В отличие от форума, к примеру, прошлого года, могу сказать с уверенностью, он в два раза более масштабный. И по количеству техники, по количеству стрелкового оружия представленного, развернуты дополнительные кластеры, которые представляют собой такие, как, к примеру, кластер проживания в полевых условиях, медицинский кластер, где мы можем показать, насколько сейчас шагнула вперед наша военная медицина. Военно-технический форум такого уровня проводится в наших краях уже в шестой раз. И каждый раз здесь к мероприятиям и событиям добавляются новые, кто бы что ни говорил. А атмосфера здесь, на форуме, вовсе не была агрессивной и воинственной, якобы из-за большого количества оружия. Ощущения здесь как раз были совсем другими. Это правда. Рядом с таким грозным исполином действительно ощущаешь, твоя родина надежно защищена. Не стоит забывать и о военных. Но и здесь все в порядке. Профессиональных военных в России достаточно. И АК-47М. И вновь. Понравилось или нет зрителям все увиденное на форуме, ответ был очевидным еще до начала всех мероприятий. Здесь было подготовлено столько всего, что остаться равнодушным или не впечатлиться было просто невозможно. Вон пацаны стреляли. Молодцы бойцы. А тебе что понравилось? Мне что понравилось. По танку бегать тебе понравилось. А так, ребят, молодцы. Все правильно организовали. Все хорошо. Все молодцы. Приехали из Самары, он с дочкой, смотрю, все понравилось. Спасибо организаторам, спасибо губернатору нашему за такой организатор, за то, что такое организовали. Нам все очень понравилось. Каждый год сюда приезжаем. Очень нравится. Саша, тебе нравится? Да. Что тебе больше всего понравилось? Это попить. Попить? Короче, каша с чаем была самая вкусная. Впечатления самые радужные. Если это слово вообще применимо к тематике военной выставки. Особенно, конечно, нравится детям. Масса всяких впечатлений. Замечательно. Хочется покрутить любой винтик, болтик, залезть в каждую кабину. Мы здесь уже второй год. И каждый год мы испытываем примерно одни и те же чувства восхищения, впечатления. Так что же увидели зрители на военно-техническом форуме «Армия-2020»? Новейшую российскую технику? Отличное вооружение? Тактику боя с террором? Великолепную стрельбу? Да, все это, безусловно, было. И это было здорово. Но главное, что было продемонстрировано вновь, это возрожденная российская армия. Люди увидели солдат и офицеров, любящих свою родину. Увидели профессионалов, готовых к любым военным поворотам. Увидели тех, кто всегда готов к защите родины. Редактор субтитров А.Семкин